Ирина Ефимовна Пакулова вместе с мужем приехали в поселок Ручейки из села Шишкино специально, чтобы поставить прививку от коронавируса. Примером стала сестра женщины, которая первая в семье получила иммунитет к вирусу. Ирина Ефимовна рассказывает, сначала долго думали, размышляли и даже боялись. В итоге решились. В первую очередь, чтобы не заразить внуков и правнуков, которые часто приезжают погостить к бабушке и дедушке. Самоизоляции и вынужденные ограничения помогли семье Пакуловых не заразиться ковидом. Но риск заболеть, особенно для старшего поколения, остается. И это еще одна причина, почему они сегодня оказались внутри ФАПа. Ну, ведь во все времена люди только вакциной спасались. Поэтому население-то должно понимать, что только вакцина может помочь. А кто больше, если заболеешь, он показывает люди, как тяжело это все переносит. С января этого года фельдшер Ивана Камедина поставила около 300 прививок от коронавируса, побывав в различных населенных пунктах Забайкалья. Рассказывает, что сначала местные жители с недоверием относились к вакцине, боялись последствий, сейчас же идут сами. По словам специалистов, люди, которые уже привились, редко жалуются на плохое самочувствие, лишь на небольшую боль в суставах. Ставим прививочку для того, чтобы выработался иммунитет. Иммунитет у нас выработается, и если мы заболеем, то заболевание пройдет без осложнений, таких серьезных, как пневмония. Несмотря на быстрое снижение заболеваемости в крае, ежедневно регистрируют новые случаи заражения. За сутки ковид обнаружили у 50 человек, а вакцину поставили около 60 тысяч забайкальцев. Записаться в центры вакцинации можно через портал госуслуги и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях прививки можно найти на сайтах Минздрава и правительства региона. Анна Бородина, Анатолий Чульнев, Эрты Казовой Кали.